День добрый, это Игорь Виттель в программе «Парадокс» с Игорем Виттелем. Телефон в нашей студии 6510996, код города 495. Или на сайте финам.фм, на странице нашей программы. Пишите нам, и мы вам ответим. А в студии у меня Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской Академии Наук. Обсуждаем сегодня судьбы российской науки и судьбу российского образования, печальную судьбу российского образования. Ну и часть гостей у нас появится еще по ходу передачи. Руслан Семенович немедленно вынул из кармана какую-то статью. Руслан Семенович, что это? А это знаете что? Очень интересная речь Алексея Максимовича Горького о роли науки для простых людей. Меня это поразило. Я это прочитал в одной газете. Это было в 17-м году. В апреле 17-го года. Понимаете? Максим Горький. Свободная ассоциация развития наук. Апрель 17-го года. Руслан Семенович, а вы не в курсе, что уже сейчас электронные носители есть? Так не обязательно сейчас из газеты как-то вырезать? А я старорежимный человек. Старорежимный, да. Горько мы сейчас вернемся. Руслан Семенович, я бы с вами вот о чем хотелось поговорить. А последние все скандалы с диссертациями вообще вокруг российской науки, но это уже принимает... Знаете, если зараньше за державу было обидно, теперь за нее просто страшно. Что происходит? Как случилось-то возможное так? Ну, я думаю, здесь есть две вещи. Две стороны одной медали. Одна сторона говорит о том, что мы очень хорошие ребята мы. И очень у нас было хорошее прошлое, вот советское. Смотрите, большое уважение есть к титулам, к науке. Оно иногда в неявном виде выступает, но вообще-то говоря, это серьезно. Быть кандидатом наук, доктором, профессором, это вообще такая европейская традиция. Вот в Америке нет такого. А вот в Европе, в России это есть. Поэтому у нас, когда вот наша великая трансформация началась... Все решили стать сразу докторами. Нет, Руслан Семенович, я понимаю, что желание понятно. Низменная человеческая натура, она мне тоже понятна. Но это не только тщеславие, Игорь. А как академическое сообщество допустило, что вот это все стало возможным? Все правильно. Вот я в этой связи и с вашим вопросом вспоминаю, что ЦК КПСС, вот мы там ругаем, но они много правильного делали. Они, например, не разрешали своим коллегам защищать диссертацию особенно. Только в редких случаях. Понимаете? Это было очень правильно, вообще-то говоря. Это еще почему? А потому что они понимали, что ЦК давлеет над всем и вся в стране. И, конечно же, любой член политбюро, любой член ЦК, куда бы он ни пришел, какой-нибудь Нижегородский университет или Московский, то понятно, что его встретят там по-хорошему, что-нибудь напишут. И это... А после того, как свобода началась, это все отменили, табу. Ну и замечательно. Таким образом, получается, что в ЦК у нас оказывались малообразованные люди. Может, чтобы они диссертации писали? Они были настолько образованы, что знали, что здесь будет конфликт интересов. То есть у нас Михаил Сергеевич был человеком образованным. Я помню, там один социальный хозяйственный у него академия была, по-моему. Нет, ну он... А я... Что, вот вы, как говорится, иронизируете, а я считаю, он самый образованный из генеральных секретарей. Я таки, да, иронизирую. На студии пока появляется востоковед, профессор, доктор исторической науки, любимый гость на их передач, не менее любимый, чем вы, Руслан Семенович Алексеев Маслов. Я ревную уже. Не ревнуйте, потому что у нас на связи есть замечательная женщина, вот к ней можете ревновать, Вероника Рафаиловна Ирина Коган, президент государской еврейской академии Немели Маймунда. Вероника Рафаиловна. Да, я здесь. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, как же так вот стало возможным? Руслан Семенович так дипломатично уходит от ответа, рассказывает красивые истории про ЦК КПСС и не хочет говорить про деградацию академического сообщества. Да вы не спрашивали? Я спросил, вы пока не отвечаете. А Вероника Рафаиловна может рубить с плеча, она человек прямой. Давайте, Вероника Рафаиловна. Ну, начнем с того, что я не считаю, что мы имеем моральное право говорить о деградации научного академического сообщества. Вот это очень правильно. Я просто даже больше того скажу, категорически не могу с этим согласиться, потому что это не так. А каким же образом становятся вот эти массовые фальшивые диссертации, становятся реальностью? Это не деградация? Нет. А что это? Это эпоха, в которой мы живем, она называется эпохой изнравственности и безнаказанности. И ответственность за каждое подобное проявление должен нести его автор. Но, вы знаете, сейчас часто говорят... Контрольные функции. Контрольные функции кто должен нести? Все говорят, вот в любой отрасль бизнеса, сейчас, Вероника Рафаиловна, поясню свою мысль, о саморегулирующих организациях. Вот профессиональные такие гильдии, будь то гильдии строителей, будь то гильдии преподавателей, они должны сами как-то очищать свои ряды. Но вот именно внутри этого профессионального сообщества вызрел даже не гнойник, а огромное количество гнойных, извините, прыщей. Вы знаете, у нас есть совершенно замечательная русская пословица, потрясающая, о том, что вот рыба, она гниет из определенного места организма. С головы обычно говорят, да. Вот есть такое понятие, высшая ассоциационная комиссия, ВАК называется. Первое условие, она должна быть независимой. Она не должна подчиняться ни министру, ни Рособорнадзору, ни заместителю министра, никому. Она должна контролироваться научным сообществом и правительством. Вы знаете, а я в последнее время слышу этот, наверное, вопрос господину Маслову. Алексей Александрович, отвлекитесь от брошюры Руслана Семеновича, мы ее потом почитаем, он с автографом нам ее выдаст. Чаще все слышу призывы вообще ВАК отменить. И большинство, по-моему, уже представителей академического сообщества, представителей преподавателей, они с этим согласны. В какой-то, так сказать, аппроксимации, то есть в каком-то будущем, наверное, ВАК имеет смысл отменять. Но не сегодня. Потому что, по сути дела, ВАК сегодня это единственная хотя бы немного работающая, контролирующая организация, которая влияет на отбор диссертаций. И как член одного из экспертных советов ВАКа, я честно скажу, что очень много диссертаций, дископробных, в прямом смысле, заворачиваются, заворачивались, по крайней мере. Пока у ВАКа была функция экспертизы диссертаций. Я обращу внимание, что на самом деле деградирует, конечно, не академическое сообщество, оно каким было, таким и осталось. Деградирует система организации науки, контроля за этой наукой. И, во-вторых, просто появляется абсолютно параллельное некое течение, которое, наплевав на все этические нормы науки, клепает, штампует диссертации вне зависимости от этого академического сообщества. Это абсолютно параллельная реальность. Я бы хотел одну философскую основу для этого дела сказать. Смотрите, 90-е годы, когда у нас деньги стали богом, вот отсюда все началось. Понимаете, когда ученые остались с тремя копейками, с десятью копейками, с рублем, когда начались эти всякие приватизации, большие деньги и все такое прочее, а ученые остались без денег, то началась такая история. Борис Николаевич Ельцин сказал, что берите, сколько можете проглотить. И если раньше Андрей Вознесенский говорил о том, что уберите Ленина с денег, это же безобразие, такой замечательный человек и деньги. Это ужас какой-то. А портреты Бенджамина Франклина его не смущают? А Бенджамин Франклин теперь, вот Бенджамин Франклин, это все с большим отрывом. И тогда, и тогда искушение мощное появилось. Если я, ко мне приходят губернаторы... К вам лично. Ну-ка расскажите об этом, Руслан Семенович, поподробнее. Еще как, губернаторы, значит, руководители правительств. И говорят, что вот, вы знаете, вот Василий Иванович, он такой человек, понимаете, умный, он так науке помогает, знаете. И он, вообще-то говоря, и у него мысли хорошие есть. И не могли бы вы вот, значит, как-то помочь, как-то оформить его мысли. И пошло-поехало, понимаете? Подробнее, пожалуйста, мне нравится этот сеанс саморазоблачения, Руслан Семенович. Нет, я вам рассказываю, что это именно, как сказать, момент истины. В то время... А сообщество-то почему не контролирует? Я понял. Есть сообщество, которое контролирует. Вот, например, мой совет, я могу сказать честно, что мы старались это дело прекращать. Но не всегда удавалось. Иногда бывали там сильное давление, там то-сё, пятое-десятое. Это всё накручивалось, накручивалось. А потом, если один сказал, а вот там губернатор, доктор наук. У нас их 89 регионов. Это такое, а я чем? Это он же доктор, а я кто? У нас существуют прекрасные параллели. У нас есть, например, Российская Академия Естественных Наук, в которую, по-моему, можно по объявлению вступить. Абсолютно. Есть огромное количество параллельных академий. А вот недалеко... Что по-моему, доходишь. Что обязательно вращать? Причём люди хотят получить легитимные бумаги. А здесь недалеко от нас, в километре. Там, в подземном переходе, там можно и генералиссимусом стать. Серьёзно? Да. И причём они очень... По дороге зайдём. Красивые очень. Кем хотите. Ну, вот и пошло. И я хочу сказать, что, понимаете, вот то, что сами организации должны бороться против вот таких явлений, это очень правильно. А кто будет бороться? Зачем же им кокороны... Слава Богу борются. ...резать курицу, которую несёт золотые яйца. Это проблема воспитания мамы и папы только. У каждого есть своя шкала позора. А вот сейчас не позорно, что выясняется, что в МГУ человека, который занимался расследованием, вышибают... Ну, послушайте, это во всём мире так. Во всём мире... Что во всём мире? Руслан Семёнович, ректор Садовничий, который не может высчитать 15% от 100. Это позор для академического сообщества. Недавний ректор Садовничий, выступая с трибуны, не смог высчитать 15% от 100. Это не позор? Ну, это что? Это не его функция. Это не его функция. Он не калькулятор, это не его функция. Прекрасно, замечательно. Это не абсурд. Не понял, что такое? Это абсурд, что во главе нашей науки и образования стоят администраторы, а не учёные. И плохие администраторы. Вы ошибаетесь очень сильно. Вероника Рафаиловна. Вы очень... Это что-то... Какой ужас. Кошмар какой, что вы говорите. Это... Дайте сказать женщине. Но вы знаете что? А что, ещё 8 марта не наступила? Я не могу... Вы знаете, у меня все мои диссертации, они по феномену интуиции. Кандидатская была по интуиции в физике, а докторская интуиция в биологии и медицине. Интуитивно, Игорь, я на вашей стороне. Слышать то, что вы говорите, мне не просто ужасно. Я даже счастлива, что я не в студии. После выпуска... Иначе вы мне дали по голове. После выпуска новая стена. Ну что, возвращаемся в студию. Это «Парадокс» с Игорем Витлем. В гостях у меня Алексей Маслов, Руслан Гриберг. И на связи по телефону Вероника Ирина Коган. Вероника Рафаиловна, вы собирались мне дать по голове за мои кощунственные слова? Нет. Я сказал, что интуитивно я с вами на этот раз в этой части согласна. В знаменитом сериале «Саус Парк» это называлось «Еврейский мальчик говорит хулу на экономику». Класс. А теперь можно мне без хулы и без экономики. Во-первых, я хочу сказать, что сегодня в науке российской происходит примерно то же самое, что происходило в кризисе физики на рубеже 20 века, когда огромное количество открытий совершенно замечательных не укладывалось в рамки второго понятийного аппарата. У нас сегодня есть немереное количество изумительных, глубоких, потрясающе красивых и достойных кандидатских диссертаций, которые превосходят докторские. Мы вообще попали в понятийный кризис. Начинается и заканчивается он самим аппаратом высшей ассоциационной комиссии. Если ее в перспективе закрыть, то функции ее перейдут в советы вузов. От этого коррупция не уменьшится, а увеличится. Поэтому я думаю, что за высшей ассоциационной комиссией будущее только она должна быть реконструирована по-человечески. И уж, конечно, председатель ВАКа, которым всегда был известный, популярный, уважаемый ученый, не может быть начальником департамента ВАКа, потому что у него функции совершенно разные. Мы потеряли контроль внутри ВАКа. Я брошу вам на стол пример, которому всего лишь меньше месяца от роду. Защищена докторская диссертация молодым ученым, которому 30 лет исполнится через несколько дней. Диссертация хорошая. Я не могу назвать прекрасной, но хорошая. Она проходит все инстанции, попадает на президиум. А диссертанта вызывают и говорят, на вас пришел отзыв нехороший, дополнительный. Вы должны приехать на заседание президиума и ответить на вопрос, в том числе вас обвиняют в фургии. Два с лишним часа идет ВАК, президиум, и кончается полной победой. Единогласно все участники обсуждения принимают позицию диссертанта, приносят ему извинения и единогласно утверждают его в присвоении степени доктора наук. После этого он просит, чтобы ему дали копию отзыва, посмотреть, почитать. Ему дают. Он приходит ко мне и говорит, вот, я говорю, а вы позвоните человечку, интересно было бы встретиться, обсудить с ним. Выясняется совершенно замечательная вещь. Человек никогда не видел его диссертации, никогда не подписывал этот отрицательный отзыв. И что это значит? А вот выводы у нас, ведь делаю не я, это значит, что анонимные эксперты, эксперты, которые не приглашаются на президиум, это новость какая-то, вот мы, которые сейчас с вами обсуждение ведем, мы же не из современной прияды, а из старой. У нас, когда обсуждалась спорная диссертация с дополнительным отзывом, приглашался эксперт в обязательном порядке. И вовсе на момент обсуждения уже не скрывал ни имени, ни фамилии, ни квалификации. Анонимные эксперты сегодня везде. Вся система надзора построена на анонимности. Анонимность хороша до момента решения вопроса, до момента обсуждения. Спасибо, Ирина Крафаиловна, сейчас вернемся к этому вопросу. Алексей. В этом, как ни странно, заключается демократичность даже нынешних процедур защиты. Это значит, что любая организация, любой человек, в том числе, как говорится, курсы кройки и шитья, могут послать протестный в экспертный совет ВАКа по поводу диссертации. А нужна демократия в таких вещах? Я думаю, что, конечно, теоретически, да, практически это выливается в то, что... Это я тоже конкретный случай расскажу, когда на диссертацию, касающуюся истории Рериха, пришло колоссальное количество... Это научная была диссертация. Пришло колоссальное количество отрицательных отзывов от людей, которые не читали диссертации, естественно, но считают, что Рериха трактовать и претрактовывать просто нельзя. И все это дело разбиралось. Конечно, лучше отдать все эти возможности протестов научному сообществу, а не каждому встречному гражданину. Но я полагаю, что дело совсем не в этом абсолютно. Ведь, понимаете, поток вот этих вот левых диссертаций, он велик, но он сгенерируется небольшим количеством коллективов и советов, которые бросают тень на все. Есть конкретные университеты, в этих университетах есть конкретные советы. И я думаю, что вычислить их никакой проблемы нет. Вот с этими советами надо разбираться. Вот считается очень просто. Если, например, в совете вдруг проходит внешних диссертаций 60-70%, то есть, проще говоря, люди со стороны приходят, плюс эти люди не работают в научном сообществе, или в академическом, или в преподавательском, а являются государственными чиновниками, вот, положим, губернаторами, конечно, это сразу же прецедент для очень тщательной проверки. Во-вторых, надо углублять время опубликования тех работ, которые публикуются перед защитой диссертации. Но не может человек, который защищает докторскую ликвидатскую диссертацию, за год, за два накропать массу статей, потому что это же есть какой-то процесс изучения. Три, четыре, пять лет вот это и есть. То есть, есть внешние формальные признаки, по которым это легко вычислить. Абсолютно правильно. И этим, давайте скажем, тоже... Да. Руслан Семенович, явно пытается... Нет, я согласен с тем, что говорит Господин Маслов. Я просто хотел добавить, что так получилось у нас, я всю свою мантру рассказываю, все из девяностых годов. Когда было принято решение, спасайтесь, как можете, то пришли много людей, очень шустрых, хороших. Создали много университетов всяких. Курсы кройки и шитья превратились в академию, как говорил Жванецкий. Много чего сделано, и много чего, советов разных сделано. Началась, как это у нас говорят, такое слово есть, редкое употребление, коррупция. Вернее, это не коррупция, это бизнес. А вы как в 90-е? Бизнес. А как вы выживали? Нет, вы конкретно. Я лично с высунутым языком на трех работах, или на четырех, как в советское время писали, работал в полсилы на полторы ставки. А наукой это вы успевали заниматься? Я успевал. Но это было очень сложно сделать. А многие умники пошли в бизнес. И это, я вам хочу сказать, вот Сергей Капец еще не задолго до смерти рассказывал такую историю, когда Розерфорд приехал в Москву, встречался с Капицей, с Петром Леонидовичем, да, и говорил, как тебе повезло, слушай, у тебя столько умников, а я не могу найти в Лондоне там. А тот очень просто сказал, человек был независимый, говорит, ты пойми, у нас бизнес запрещен. И самые умные люди, которые еще вдобавок хотят свободы, они идут в науку. А вот у нас, когда началась эта история, они пошли в бизнес. Но проблема страны и скандал... Мы даже знаем, кандидаты математических наук, типа Березовского, пошли в бизнес. Он член-корреспондент, и достаточно адекватный, надо сказать. Другое дело, что там... Доктор исторических наук, профессор Маслов кивает, как будто разбирается в физике и математике. Нет, вообще-то Березовский обещался по системам организации. Конечно. Это была хорошая диссертация. Я вам хочу сказать, что страна наша, она очень хорошая и замечательная. Но она бросила... Вы когда-нибудь возглавите корпус голубых кассок ООН? Голубых в хорошем смысле. Миротворческий. Она бросила науку на произвол судьбы. Понимаете? Да. Вот сегодня... А сейчас, кстати... Выпускник университета начинает свою жизнь с 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Младший научный сотрудник. Понимаете? Поэтому наукой занимаются только люди, ну, самые преданные ботаники, которые на хлебе и на воде ищут истину. Таких очень мало. Александр Александрович, почему большинство молодых ученых, которые, кстати, достаточно успешные молодые ученые, говорят, что, ладно, бог с ним, с факом. Российскую Академию Наук надо к чертям разогнать, потому что там сидят заскорузлые, профессор Маслов активно кивают. Я бы сказал так. Вас, кстати, критикуют гады. Еще как. Я бы сказал так. Это бред сивой кобылы, если по-английски говорить. Почему? Потому что, если и есть что-то в России, которое конкурирует с мировыми стандартами, то это только Российская Академия Наук. Вы поймите, здесь ведь всегда могут быть проблемы. Если есть научные центры экономические, которые там, они сами все знают, что надо делать, 20 лет руководят страной, это одна история. Меня всегда поражает, но ведь есть же ботаники, есть физики, есть биологи, есть математики. Почему их-то оставлять на произвол судьбы, особенно, когда денег много? Но нету других. А ведь эта страна, таких стран, по пальцам руки можно посчитать, которые имеют междисциплинарную науку. И это благодаря Российской Академии Наук. И все говорят, что там нет демократии, там много чего нет, как везде. Но она одна из самых демократических, кстати, все время выборы у нас каждые пять лет. Выборы у тех, выборы у других. Конечно, есть большие проблемы. Я считаю, что нельзя, например, отменить вот этот возраст, возраст, когда ты можешь руководить предприятием, то есть своим институтом. Это, конечно, это дикость, конечно. Надо, ну, с полностью там 65 или 70 лет, надо, ну, занимайся наукой, ну, не быть администратором. Много чего есть. Но я просто думаю, что... А чем молодые ученые-то недоволены? А чем они недоволены? Они недоволены тем, что у них нет никакой возможности роста. Они недоволены. Да нет, ну, это... Ну, вот молодой ученый у нас, профессор, относительно молодой ученый, профессор Маслов. Он очень молодой и очень хороший. А что, он жалуется, что у него нет? Она тяжелая. А кто жалуется? Скажите, Мы с Алексеем знакомы давно. Вы поймите, у них нет возможности заниматься научной работой раз, потому что нужно еще кормить семью. И... Это даже у тех, у кого кто занимается научной работой. Да, именно. И серьезно. Кто серьезно занимается научной работой, Потому что это вещь, которая не приносит непосредственной прибыли, непосредственного дохода, но как один хорошо... Ну почему? Они вполне на гранты могут себе прилично жить. Ну, понимаете, гранты... Но, говорят, не пускают дальше. Кто не пускает? Что? Российская академия науки. Да как это? Ну, бред какой. Алексей. Что не пускают? Где? Скажите какие-нибудь примеры. Я-то не молодой ученый. Я уже не молодой, и вы не ученый. Этого ничего нету. Близко даже. Да нет, я знаю лично очень много примеров, когда молодые ребята в системе Академии наук подавали гранты, и они отклонялись. Но отклонялись еще потому, что действительно надо учитывать, что система-то замкнутая, она известна всем, люди известны всем. Поэтому понятно, кто подает и кто о чем пишет. Вопрос в другом. Я бы, честно говоря, в какой-то, опять-таки, в будущем, целиком бы реформировала систему Академии наук, но ее нельзя реформировать до того, как реформировать систему образования. Ведь проблема-то в том, что весь научный опыт в подавляющем большинстве стран мира генерируется действительно в университетах. Но там есть исследовательские университеты, не те, которые у нас исследовательские в России на бумаге, а те, которые, где преподаватели, может быть, преподают там раз или два в неделю, у них огромное количество времени для исследований. Так вот, в этом вся проблема. Абсурд в чем? Что сейчас, когда появились деньги, деньгами засыпают так называемые исследовательские университеты. Заливают наличностью. Наличностью. Да, это правда. И заливают... После выпуска новостей, дорогие мои, если не возражаете, буквально через минуту вернемся. Согласен. Возвращаемся в студию, и мои дорогие гости обратно одевают наушники пока. Алексей, простите, я перебил, да. Нет, моя мысль была как раз прервана на том, что сегодня масса университетов, по сути, не имеет времени заниматься с новкой, хотя имеет деньги, но не имеет организовать. И навыков нет. И навыков нет. Пожалуйста, Максим, чуть ближе микрофон к рту, если можно, потому что вы как-то... Да. Делан далеко от рта, вы его рукой так поближе. Тяжело делать с учеными. При этом... С настоящим. При этом масса академических институтов, которые занимаются социальными науками, действительно не имеют денег. Вот это больших денег, своих денег. А кто занимается распределением этих денег? Кто заливает наличность? Ну, вообще, Академия наук финансируется из госбюджета, отдельный срокой. Я вам хочу сказать... Нет, а кто конкретно? Послушайте, послушайте. Я скажу, извините, ради бога, что я вас перебиваю. Здесь вот где-то около 360 миллиардов рублей. На науку идет. Из них 60 миллиардов. При этом молодые ученые получают по 10 тысяч. Послушайте, из них 60 миллиардов, это Академия наук. Это два бюджета двух университетов американских. Так, на всякий случай. И надо сказать, что вот за эти два миллиарда есть очень хорошие отчеты. Такие, какие-никакие есть. А вот за 300 нет. И вот здесь вот возникает проблема. То, о чем господин Маслов как раз и говорил. Что, с одной стороны, есть люди, которые имеют навыки, но у них нет денег. А есть люди, у которых есть деньги, не имеют навыков. А речь... А судьи кто? Еще раз вопрос. Нет, подождите секундочку. Кто конкретно распределяет? Кто дает деньги не тем людям, которые, значит, должны их получать? Кто решает, кто должен получать? Но есть правительство, которое знает, что есть такая страна, Соединенные Штаты Америки. А в Соединенных Штатах Америки никакой Академии наук нету. А есть университеты, которые создают замечательные научные достижения. И поэтому и нам надо так. И правильно сказать, вот когда Алексей говорит о том, что надо сначала об образовании подумать, а потом у нас обо всем надо сначала подумать, а потом уже делать что-то другое. Я просто знаю одно, что если ты во вторник хочешь закрыть Академию наук, то в среду ты хотя бы должен понимать, что ты был в среду делать. Кто будет заниматься наукой? Я не против того, чтобы был такой переход от Академии наук в университеты. Но тот же Алексей прав. Там же что? Там пока люди-то не готовы к этому, потому что у них своя нагрузка. У нас другая традиция. Они по 25 часов должны читать. Им не до развития, не до исследований. Это разные вещи. Но вопрос, кто распределяет деньги, это то же самое, что происходит. Не, ну как люди, вы поймите, есть общественный интерес. Знаете, как говорил Владимир, мы знакомы криминальный авторитет, когда ему говорили, кто говорит, фамилия. Фамилия, имена явки. Фамилия, имена явки. Мне интересно, кто неправильно распределяет. Давайте с этим... Но, пока вы вспоминаете фамилию, у меня Вероника Рафаиловна. У меня как-то другой есть вопрос. А вопрос болезненный уже не первый год. А скажите, пожалуйста, как вот сейчас новая эта история с призывом студентов в армию? Вот как люди могут учиться? Это другая история. Как это другая история? Это не другая история. Это все та же история. Руслан Семенович, не слышно, что вы говорите, когда вы снимаете наушники с микрофона. Я же говорю, невозможно с ученым. Да, Игорь, если позволите, я буквально по слову про Академию наук совершу то, о чем я думал все это время, что вы говорили. Сегодняшняя Академия наук России, она состоит из двух блоков. Один блок – это ученые с мировым именем, каждый из которых имеет серьезнейшее открытие, за что и были избраны. И даже если они после этого ничего больше не сделали и сделать уже не могут, они это право себе пожизненно заслужили у всего мира, у мировой науки. И функционеры, которые избираются по квоте, по неведомым мне, но очень простым механизмам, которые, конечно, просто занимают там места. Но есть одно обстоятельство, очень важное, на мой взгляд. Нет ни одного ученого, который бы совершил открытие мирового масштаба и который бы не был избран в Академию, если он только представил свои документы. Если он их не представлял, а мы таких знаем, то он и не член Академии наук российской по собственной воле, по своему усмотрению, по своему решению. У нас вообще в стране есть абсолютно все. У нас с 1874 года в Российской империи была введена всеобщая личная повинность, которой подлежало все мужское население России. Называлась она военная повинность. В 1993 году она была отменена, всеобщая воинская обязанность, изменена законом о воинской обязанности и военной службе. И к ней присовокуплялся огромный перечень причин, по которым можно получить отсрочку. Одна из которых мне больше всего нравится. Если у вас есть жена, срок беременности которой превышает 26 недель. А следующее, следующим пунктом, если у вас есть ребенок, который недостаточно... Знаете, профессор Маслов, он тоже, видимо, как ректор садовничий, он не умеет высчитывать процессы, потому что он сейчас на пальцах пошел недели считать. Ну, дайте ему машинку, ну что вы нас прямо так вот... Игорь, так тоже не надо, мы ответим. Ну и что? Ну не мог, ну не смог садовничий 15% взять сразу. Очень двусмысленно звучит фраза. Вот смотрите, вот вы рождаетесь на светке, да? Вот вы родились мужчиной. Но это не значит, что вы мужчина, это был мальчик, который мужчиной должен был стать. Я родилась женщиной. На мне задача оставаться женщиной, сохранить это. Вторая задача, кстати, даже сложнее первой. А какое-то отношение к образованию имеет сейчас, Вероника Рупановна? Это имеет отношение к воинской повинности. Вы задали мне вопрос о воинской повинности. Я вам на него и отвечаю. Военная строевая подготовка, стрельба, катание верхом, игра в футбол, баскетбол, хоккей, фехтование, вождение автомобиля, вот что обеспечивает становление мужского начала и мужественности гражданина. Для будущих матерей военная подготовка – это условие, чтобы воспитать нормально сына мужиком. У нас сегодня есть для этого ресурс колоссальный. Первая – кафедра физического воспитания. Кафедра физической культуры. Вы не знаете, что это такое? Это никто не знает. Но это во всех вузах. Фантастическая профанация, которая по стандарту занимает 500 часов в год. Три академических часа в неделю, то есть три занятия в неделю. Далее, значит, весь мир живет с 12 рабочими днями отпуска. Типун мне на язык, я надеюсь, что никто не воспримет это всерьез. У нас 24 оказывается недостаточно. Профсоюзов на вас нету. Все каникулы, которые есть в вузах, которых теперь стало немерено больше. То есть мы, если возьмем один месяц лета на военную подготовку, то это получится за 4 курса 6 месяцев. Этого предостаточно больше даже, чем 12 месяцев будут студенты обеспечены военной подготовкой. Надо переформировать кафедры физкультуры в кафедры военной и физической подготовки. Для всех студентов, независимо от пола. Есть специальности, такие как медицинские, юридические, которые предполагают военную подготовку, потому что это люди, которые должны быть готовы стать военно обязанными. И никто этого не может у них отнимать. Есть такая замечательная вещь, Игорь, присяга называется. Это особое состояние, которое в высшей степени выражает патриотизм. Профессор Маслов аж развернулся в кресле. Алексей Александрович, а вы служили? Я не вижу профессора Маслова, но я закончу. Ну хорошо. К конституции обеспечено право российского гражданина, как мужского, так и женского пола, принести присягу. Мы это у наших студентов отняли. Верните им, пожалуйста, обратно. Значит, вы относитесь положительно к возвращению? Я считаю, что совершенно не... Ну, знаете, здесь, наверное, надо быть честным, да? Я ведь офицерская дочь. У меня ведь все детство прошло в казарме. И у моего отца в дивизии, которой он командовал, всегда были душевые для солдат. Конечно, там есть проблемы, которые надо срочно решать. И которые, мне кажется, сегодняшний министр обороны решит. Но военная подготовка в полной мере должна быть у всех студентов. Присягу давали раньше все студенты. Понял. Все студенты. Спасибо огромное, Гранина Крафаиловна. Что такое, Алексей Александрович? Вы не согласны? Нет. Во-первых, отличный вопрос. Я служил сколько? 45 дней, как в лагерях, как и все. Конечно, в известной степени это профанат за 45 дней получить звание офицера. Но дело не в этом. Послушайте... А я 30. А, вы не можете сказать. Стал серьезным воином. Вы в танковой дивизии, нет? Нет, я спецпропаганда. Нет, спецпропаганда. Я и в танковой дивизии. Да, да, да. Я из бронетанковых войск, если вы меня слышите. Да, да, да. Понимаете, ведь служба Родине, действительно, это профессия, это нужны профессиональные навыки. Зачем мы будем профанировать эту очень важную профессию? Давайте мы лучше подготовим ученого отдельно, отдельного воина, профессионального офицера. Потому что мы размываем и то, и другое. И, на мой взгляд, вообще в современном мире говорить о том, что все должны пройти военную подготовку, это цинизм в известной степени. Что не исключает, как я говорю, приятие присяги. А вот ответьте мне просто, Алексей Александрович. Пусть я буду циником, но принимать присягу без предшествующей подготовки и обучения стрельбе никто не может. Нет, я думаю... Оружие нужно уважать и уметь им пользоваться. Это правда, но присягу-то мы приносим Родине, а не оружие. А я думаю, присягу не все должны принимать. А вот у меня такой вопрос. Знаете, мы приносим присягу, держа у виска ствол оружия. У него виска, к счастью. Так, одну секундочку. Алексей Александрович, вот Вероника Рафаиловна нравится нынешний министр обороны. Обсуждать сейчас не буду, надо считать, что при нем как бы дела в российской армии. Я надеюсь. Сейчас, Вероника Рафаиловна, дайте мне сформулировать вопрос. Вопрос сейчас вот к бастям в студии. Скажите мне, пожалуйста, а министр образования вам нынешний нравится? И предыдущий, кстати. Потому что я вот смотрю... Мне тут интересную ссылку прислали. Значит, вот пользователь социальных сетей, тот, конечно, еще источник. Семьдесят... Сейчас точно скажу, это наука и жизнь пишет. Семьдесят сколько процентов? Семьдесят с лишним процентов считают, что... Семьдесят два процента. Негативно оценивают состояние российской науки. С образованием примерно тоже такие же оценки. И все, что мы сейчас слышим, вот как-то Руслан Семенович, как спецпропагандист, правильно? Да, правильно. У меня, значит, другое слово там напрашивается, там, модное последнее время. Меня понимает, огромное количество негатива вливается. Насколько оно соответствует правде? Что последние два министра образования сделали положительного и отрицательного? Во-первых, я бы говорил не про два последних министра, а по крайней мере по три, то есть про три. То есть взять еще и Филиппова предыдущего, когда и начались реформы, связанные с ЕГЭ и с реформированием университетов. Проблема не в этих личностях, а проблема в том, что люди, которые проводили реформы и говорили о международном опыте, этот международный опыт просто не знали. И никогда сами не работали за рубежом, по большому счету, и пользовались просто докладами, отчетами. И реформирование прошло настолько болезненно, настолько много неправедных денег было потрачено. На мой взгляд, просто надо провести мониторинг того, сколько было денег распилено на так называемую реформу образования. Там все станет ясно. Более того, не надо пугаться вот сегодняшней волны этой скандала с диссертациями. Диссертация это вообще частный случай. Нет, это не частный случай. Я от частного к общему. Я как раз и про общие говорю. Ведь единственная вещь, которая не была реформирована, это двухуровневая система защиты диссертации в России. То есть мы перешли на бакалавров-магистров, а кандидаты доктора наук остались теми же самыми. Даже Китай отказался от понятия кандидата и доктора наук. И вот это и осталось незаконченным. А на мой взгляд, здесь тоже лежит исток очень большой коррупции. Я полагаю, что роль Министерства образования в российском образовании слишком преувеличена. В реальности. А кто занимался реформами? Руслан Семенович. Ну, смотрите, я должен сказать, что здесь какая-то основа другая. Я думаю, что Алексей прав, скорее всего, когда говорит, что речь не только о личностях идет. Здесь есть мода очень мощная. А я бы ее назвал как? Модой на коммерциализацию всего и вся. И вот это катастрофа настоящая. Просто один министр ее более, так сказать, дефинитивно озвучивает, а другой нет. Вот последний, например, ведь это вот для любой страны был бы большой скандал. Для Габона, для Роганды. Если бы он сказал, ну вот эти люди, ребята, которые 28 или 30 тысяч получают, они просто, раз они соглашаются на такие деньги, имеется в виду маленькие, значит, они профессионально непригодны. А ведь на самом деле он же и платит такие деньги, так, на всякий случай. Я просто хочу сказать, что у нас, конечно, существуют отдельные научные высшие учебные заведения, которые имеют много денег, но это капля в море. Типа высшая школа экономики. Ну, это вы сказали. По проценту, понимаете, это все. Но я по-довольному лицу Алексея понял. Я знаю, много людей, которые в моем институте работали, перешли туда, потому что, когда вам сразу начинают платить в 6-7 раз больше, то это очень серьезно. Это очень серьезно. Это большое искушение. После выпуска новостей, снижается, Руслан Семенович, через минутку вернемся. Ну что ж, возвращаемся в нашу студию. Мы беседуем с Русланом Гринбергем, Алексеем Масловым, Вероникой, Ириной Коган. Я хотел бы... Это самое важное прозвучало, да, Руслан Семенович. Коммерциализация науки, образования, культуры и здравоохранения блокирует будущее страны, потому что элитарная страна, она обречена. Ну, здесь простые примеры. Вот почему русские музыканты и шахматисты лучшие в мире были при советской власти? Я, например, не знаю почему, но я знаю одно, что в каждой деревне и в каждом городе была музыкальная школа и шахматная школа. Я с вами абсолютно согласен. Ваши слова, надо, как наш пример говорил, мои слова в граните отливаются. И именно поэтому мы... И сегодня инерция вот этого поразительного феномена так высока, так сильна, что мы, наши шахматисты, за любую страну выступали. А еще у нас были бы и великие балетные школы, и Енисей переплывали, ракеты делали. Я не понимаю, почему большевики такое... Просто они любили в шахматы в тюрьмы, что ли, играть. Я не знаю. Они очень любили это дело. А сегодня... Ну, вам беднее, я их не застал. А сегодня 30 миллионов детей учатся на скрипке играть в Китае. Ну, вот профессор Маслов как специалист по Китаю. Вы можете себе представить? 30 миллионов! А где они взяли 30 миллионов еврейских детей? Нет, там не обязательно евреи должны быть. А разрешается всем играть. И я твердо знаю... А при советской власти только евреев на скрипке разрешался играть. Спасибо большое, Шла Тимович, вы меня просветите. Я твердо знаю... Можно мне, да? Твердо знаю, что из этих китайских мальчиков и девочек через 5-10 лет будут самые лучшие скрипачи. И вы хотите... Понимаете, это очень важно. Мы сегодня имеем самый большой процент коммерческих студентов. Больше, чем в Америке, на всякий случай. Потому что у нас там в Америке привыкли эту двадцатку называть. А там много штатов, которые... Вот и все. Ну, что? Ну, в Америке произошла коммерциализация образования, Алексей? Ничего нет. Не-не-не-не-не. Там всякое есть. Я знаю, что там есть всякое. Там есть всякое. Но, тем не менее, зайдите в любую паблик-скулту, что называется, в Нью-Йорке, особенно в неблагополучном районе. Вот почему наши частные школы такие средние хуже государственных? Почему? Вот, ответьте. А я не знаю. А я вам скажу, почему. Потому что в России любые реформы вызывают противоположные результаты. Вот когда, например, студент... Как ведь говорили, да? Из нормальной рыночной философии. Что если человек платит за что-то, то он и серьезно относится. Он платит за учебу, он и серьезно относится. А у нас ровно наоборот. Я тебе плачу, ставь отметку. Вероника Рафаиловна. Да, я хочу ответить на ваш вопрос, хотя он абсолютно провокационный. Значит, вот от Луначарского и до, я бы с некоторыми оговорками рассказала, до Филиппова. Министры образования в России это были люди, которые были уважаемы и узнаваемы студенческим сообществом. Все, что произошло дальше, не имеет авторитета. Стфурсинг там, на мой взгляд, особая ситуация. Я считаю, что он отвечает за чужие ошибки главы Рособорнадзора. И на него его сделала непопулярная ситуация, а не его истинная позиция. Что касается Ливанова, я с ним не знакома и, честно говоря, просто не понимаю, потому что молодой человек. Но, мне кажется, всему этому есть объяснение. Сегодня в стране не пользуются авторитетом у студенческого и профессорского сообщества. И, наверное, вообще у большинства граждан Российской Федерации не пользуются авторитетом Кабинета Министров. Вот где главная проблема. Вот откуда все распределение, вот откуда должны идти все ответы на все вопросы, которые вы задаете, совершенно справедливо, хотя и нам отвечать больно. Алексей, коммерциализация образования – это то, что убило образование или нет? И науку. Кстати, вот если сравнивать академическую прикладную науку. Я здесь соглашусь с Русланом Семеновичем, что коммерциализация, та, которая была именно в России, она серьезно ударила по науке и по образованию. Но есть другой момент. Действительно, в США подавляющее большинство университетов на самом деле платные. Просто там можно получить то, что называется фэллоущип, самые разные стипендии. И вот простые цифры. По Нью-Йоркскому университету более, по-моему, 80% студентов либо не платят вообще, либо платят какую-то небольшую часть. Хотя формально вот на сайте там вывешены расценки. Но давайте вдумаемся в эти расценки, что происходит. Опять-таки, Нью-Йоркский университет не самый великий по науке, но большой по объему. Один из самых просто популярных. Популярных, да. Значит, для жителей штата Нью-Йорк, я сейчас могу ошибиться в каких-то тонкостях, но обучение стоит 6 тысяч долларов в год. А для жителей внешних, в том числе иностранцев, 13 тысяч долларов в год. Мы не забываем еще, что существует огромная система кредита на образование, которую можно получить и выплачивать потом годами. А еще не надо забывать, что есть Европа. Я сейчас закончу, да, вот я к чему веду. Значит, что получается, есть, например, Китай, тоже растущие, в том числе и коммерческие услуги для иностранцев. Там обучение в год для иностранцев в хорошем университете, скажем, в таком, как Циньхуа или Пекинском университете, может стоить в районе 6 тысяч долларов в год, где придается все на английском. И если мы посмотрим, сколько сейчас стоит обучение в России по некоторым специальностям, ну, в рублях, там, 400-450 тысяч. Чудовищно. Чудовищно, абсолютно правильно. Это не сопоставимо с теми услугами, в том числе и созданием университетов, с общежитиями, с кампусами, которые мы предоставляем. У нас стало одно из самых дорогих образований. Скидки, за редким исключением, вот, скажем, в вышке есть там масса скидок, а так за редким исключением не предоставляются. И когда люди такие деньги вложили в образование, точнее их родители, им надо просить меня где-то отбить на рынке. Вот где негатив коммерциализации. И, конечно, зачем человек, который заплатил за обучение, предположим, экономики, по 400 тысяч рублей в год, пойдет, ради бога, извините, работать в институт экономики, прекрасный институт, понимая, что зарплату он на это будет отбивать в течение многих-многих лет. То есть он уйдет из науки, уйдет из воссоздания научной мысли. Поэтому ко мне приходят выпускники, которые ничего не знают. Из Лышки. Из МГИМО, например, даже хорошие. Нет, нет, и хорошие, но... Вы не хотите просто Алексея обидеть? А я занимаюсь красной экономикой, я занимаюсь... Нет, я знаю, нет, нет, ну, все равно, что это самое, когда твои... Они все равно не хотят меньше получать 40 тысяч, просто только потому, что у них есть диплом. А я могу им дать 10. Вот и все. Значит, отсюда начинается... А это еще огромная трагедия нашего государства, когда выпускники ничего не умеют, это не только к вам приходят. Они вообще считают со школьной скамьи, что меньше 45, извините за выражение, западло получают. 40-45, это нижняя плата. Игорек, дорогой, так это все результат коммерциализации необдуманной. Это не только результат коммерциализации, это результат абсолютной нашей неспособности нормально работать и получать нормальные деньги. Здесь много есть причин, нет рабочих мест, адекватные. Это низкая производительность труда, это абсолютно неадекватные деньги за твою плохую работу. Это огромное количество. Ну, мы так доберемся до самого... До больного, да, сколько ведущие получают. Кто виноват? Мне вот очень хочется... Да, да, да. Можно? Да, Вероника Рафаиловна, пожалуйста. Вы знаете, вообще, вот что такое рынок, который в 90-м году поглотил Россию и уничтожил СССР? Вообще, на рынке существует закономерность. Если рынку предлагается товар по определенной цене, даже если это просто алюминиевая ложка, завернутая в фольгу, и предлагается ее цена. Если кто-то эту цену платит, то надо заниматься изучением вопроса, а не просто кричать «караул, коммерциализация». Это какие-то... А сколько обучения, кстати, у нас в Академии стоит? У нас в Академии самое дорогое обучение для контроля... У нас вообще государственная Академия, поэтому в ней бюджетное обучение, но тот небольшой процент, примерно 15 контрактников, которые есть, самое дорогое обучение на медицинском факультете. Это около 5000 долларов в эквиваленте в год. Скидки при этом даются, и в частности даются рассрочки платежей. Но у нас, наверное, ситуация особая. Мы же вуз-ровесник Новой России со старыми принципами, которые, несмотря ни на что, эти принципы сохраняют. И зарплаты растут в соответствии с ростом бюджета. И они нормальные зарплаты. И я не понимаю, откуда вот 10 тысяч. Я не знаю, как это происходит. У нас это все совершенно иначе. Вообще, вы посмотрите, какие сегодня даются бюджеты на образование российское. В жизни близко такого бюджета не было. Дело же не в количестве денег, Вероника Рафаиловна. Вот, безусловно. Дело в том, как это происходит на конкретной точке. И то же самое у нас происходит, мне просто близка эта тема, с военным заказом. Когда выделяется огромное количество денег, деньги растут, а тратятся они даже не потому, что они разворовываются. Они просто тратятся не туда. На то, что не нужно было тратить. Но устаревшие модели, которые... Да, Алексей, прошу. Есть, в общем, довольно точные цифры. По-моему, с прошлого года минимальная стоимость обучения бакалавра в любом вузе России не может быть меньше коммерческого. Не может быть меньше 60 тысяч. Нет, не 60, а 52. 52, извините. Вообще-то... Да, это тоже существенно. Ну, это существенно, но, понимаете, для некоторых регионов это серьезный удар. А магистры и того больше. Я возвращаюсь еще раз к тому же, о чем сказала. Конечно, вы абсолютно правы, но есть одно серьезное но. В очередь устанавливают заплатить. В очередь. Смотря где. У меня на контрактные места конкурс не меньше, чем на бюджетные. У вас да. Безусловно. Но при этом есть огромное количество людей, которые не смогут позволить, и дети их не смогут позволить им никакого образования. Региональные вузы, где просто не генерируется такого количества денег у родителей. Это приличная сумма для них получается. Безусловно. И тем не менее, когда идут передачи, Игорь, в том числе на вашем канале, о том, какие взятки платят за ЕГЭ, можно я продолжать? Не буду. Да. Я понимаю. А что? Рынок диктует свои условия. Нет, нет, нет. Нет, если взятки платят за ЕГЭ, значит они... Его надо анализировать. Нет, ну что значит анализировать? Анализ рынка привел к тому, что невидимая рука рынка значит привела к абсурдной абсолютной ситуации для высшего и нормального образования. На самом деле вы не правы все, потому что да, эти деньги есть, да, люди платят, да, люди становятся в очередь, но это узкий круг людей, который достаточен для того, чтобы сейчас заполнить университеты. Еще раз повторюсь. Чтобы сформировать уровень цен. Сформировать уровень цен и заполнить университеты, и даже создать очередь. Не будем забывать, что при этом огромное количество людей не способны заплатить такие деньги. Ну 80%. И тут возникает вопрос, который очень бы хотелось сейчас задать нашему, а ему профессору Маслову. А государство, оно вообще заинтересовано в том, чтобы у него было умное население, развитое? Государство, так же как в Китае, у нас должно вкладываться в образование, в науку, тратить бюджет на это только потому, чтобы было бы бесплатное хорошее образование. Золотые слова, конечно, надо сказать, что да, но в реальности, я на мой взгляд, целеполагание государства в этом вопросе просто нарушено. Ведь университеты, образование выполняет, помимо всего прочего, огромную социальную функцию, не только функцию генерирования научного знания. Вот, на мой взгляд, это то целеполагание, которое утрачено на уровне министерств и ведомств. И надо понять, что Россия развивается не в вакууме, правильно, развивается рядом Китай, где прирост вот этих знаний колоссален. Развиваются вообще азиатские страны, я сейчас не говорю про Европу. И чем все закончится? Вот те тенденции, которые сейчас есть в России, отбрасывают Россию на то место, и сейчас мы на нем оказались, когда нам приходится... Не на то место, а в то место, я бы даже сказал. Ну, на тот период. В то самое место. В то самое место. Когда нам приходится по некоторым областям знаний приглашать профессоров из-за рубежа, потому что у нас нет своих. Ну, вот я, например, занимаюсь востоковедением, у нас есть целый ряд областей востоковедения, у нас просто нет российских специалистов. Ровно секунду. Ну что, я хочу сказать, что мы страна европейская, в Европе все бесплатное образование, и нам к этому надо идти. Ну что я могу сказать? Продолжим на следующей неделе. Продолжение следует...